Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. Я Юлия Столярова. Сегодня в выпуске. Все идет по плану. Глава Ивантеевки проверил ход строительства соцобъектов. Неудачный маневр. В ДТП на Толмачево пострадали около десятка автомобилей. Смайлик шлет привет. Ярослав и его мама из Италии благодарят жителей Ивантеевки. Об этом и многом другом прямо сейчас. В ночь на вторник в Ивантеевке произошла крупная авария. К счастью, обошлось без жертв. По информации отдела ГИБДД МУ МВД России Пушкинская, 6 августа в 2 часа ночи в районе дома 4 по улице Толмачева водитель, управляя автомобилем БМВ-34, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу другой БМВ-520, которая двигалась по Толмачево со стороны Держинского в сторону Смурякова. В результате произошло столкновение, после которого водитель БМВ-520 совершил наезд на машины на парковке вдоль первой школы и далее столкнулся с Митсубиши Аутлендер, которая двигалась во встречном направлении. Оттуда машина вышла, не остановилась здесь, резко вышла. Оттуда на скорости большой и начал того, того, того до конца. В результате аварии пострадавших нет в общей сложности. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 13 автомобилей. Социальное строительство – приоритетная задача губернатора Андрея Воробьева и главы Ивантеевки Максима Красноцветова. Еженедельный обход городских строек в репортаже Елены Цифаркиной. Строительство школы на 1100 мест на студенческом проезде идет полным ходом. Подрядчик увеличил количество людей и техники. Уже на 100% связаны перекрытия первого этажа. Приступили к коммуникациям. На этой неделе строители планируют выйти из нулевого цикла. Максим Красноцветов общается с представителями ресурсоснабжающих организаций, которые делятся проблемами. Нерациональное проектное решение. Необходимы изменения в проекте ливневой канализации. ВД-канал столкнулся со сложностями. Тот котлован, который они выкопали, он уже на 9 метров ниже отметки. Если выполнять работы по тому проекту, который сейчас мы имеем, то нижняя отметка будет 12 метров. Это, конечно, недопустимо. Поэтому сейчас проектировщик за предстоящую неделю обещает доработать это решение. На стадионе все идет по плану. 50-процентная готовность объекта. Поле засыпано, все кабели и трубопровод заложены. На 90% выполнена кирпичная кладка административно-бытового корпуса. Заказаны четыре 25-метровые мачты освещения. В августе планируют снести старое административное здание стадиона и лыжную базу. Отставания на сегодняшний день на объекте нет. Рабочих достаточно, техники достаточно. Все, какие проблемные моменты у нас возникали, мы все решили в рабочем порядке. Сейчас нужно только работать и завершать строительную монтажную работу. В пристройке к седьмой школе на 200 мест разместится начальная школа. Здесь будет спортзал, библиотека, актовый зал и кабинеты для иностранных языков. Рабочие приступили к переносу пищеблока в старом здании. Здесь теперь будет переходная галерея из одного здания в другое. Это самый сложный объект. На объекте работает около 60 человек. Считаю, этого недостаточно. К 10 августа мы планируем полностью на 100% завершить работы по заливке бетона. Подрядчик уже приступил к внутренним инженерным коммуникациям. И также полным ходом идет отделка. Полностью завершить строительство и открытие эту пристройку для учеников мы планируем в этом году. Три единицы техники, 12 рабочих на площадке. Этого вполне достаточно для начала работ. Садик на улице Хлебозаводской входит в программу губернатора строительства объектов социальной инфраструктуры. 16 июля мы заключили муниципальный контракт на строительство детского сада на 190 мест. На следующий день подрядчик вышел на строительную площадку. Детский сад планируется построить трехэтажный. Будет спортзал, актовый зал, все, что положено. 8 групп, 2 из которых ясельные. Строительство садика на 190 мест планируют завершить уже в этом году. Елена Цифаркина, Антон Рябов, Ивантеевское телевидение. Активисты молодой гвардии и местного отделения партии «Единая Россия» призывают Ивантеевцев беречь ресурсы. 8 августа с 16.00 у Дворца культуры «Юбилейный» все желающие могут сдать макулатуру и батарейки. К сдаче принимаются картонные коробки, офисная бумага, газеты, книги. В этот раз Ивантеевцы могут принести и батарейки. Одна батарейка, выброшенная в мусор, загрязнит 10 квадратных метров почвы или 400 литров воды. Поэтому их обязательно нужно правильно утилизировать. Акция проходит второй раз за лето. В прошлый раз удалось собрать 300 килограммов макулатуры и направить вырученные деньги в многодетную семью. Август – месяц осведомленности о СМА. Мы продолжаем следить за судьбой Ивантеевского мальчика Ярослава, которому врачи поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия второго типа». Сбор на лечение Ярослава шёл полгода. Ивантеевцы организовали несколько благотворительных акций в пользу Ярослава. Это забеги, ярмарки продажи, челленджи. К сбору подключились звёзды зарубежного кино и блогеры. Всего было собрано около 13,5 миллионов рублей. Это меньше четверти необходимой суммы в 57 миллионов. Поняв, что шансы слишком малы, семья закрыла сбор и приняла решение переехать в Италию, где возможно пожизненно получать необходимый препарат бесплатно. Собранные средства тратятся на лечение Ярослава. Мама продолжает вести блог в соцсетях. Сейчас они посещают нужных специалистов – врачей. Приобрели для Ярослава коляску активного типа и корсет, а также другие технические средства реабилитации. Занимаются оформлением вида нажительства. Я хочу сказать всем огромное спасибо за ваши добрые сердца, за ваше время, за любовь к Ярику, за вашу поддержку. Это греет душу до сих пор. И я никогда этого не забуду. Бесконечно вам всем спасибо. Когда будет само лечение, мы не знаем, но мы его ждем. Мы видим, как Ярославу лучше. Он окреп, стал немного сильнее, он стал счастливее. Теперь я спокойно за сына, и я знаю, что мой ребенок получит лекарства. Сейчас с Пенразу, потом лекарства лучше. Италия считается одной из первых стран Европы, в которой регистрируются новые препараты. Но все равно у нас также будет пожизненная реабилитация. Без нее никуда даже с лекарством. Надеюсь, что скоро я смогу выдохнуть. Я желаю каждой маме с особенным ребенком бороться и никогда не сдаваться. Это наши дети, и мы обязаны дать им все в этой жизни. Это не крест, это счастье. Не забывайте, что ребенку нужна счастливая мама. Ему нужна настоящая жизнь, окруженная не только реабилитациями и больницами, но и друзьями, счастьем и любовью. 5 августа исполняется 175 лет со дня рождения Ильи Репина. Его творческий путь тесно связан с Подмосковьем. В усадьбе Абрамцева под Сергиевым посадом художник написал множество известных картин. Наследие великого художника-реалиста обсуждали на дискуссионной площадке в Центральной городской библиотеке имени Горбунова. О жизни, педагогической деятельности и творческом методе художника – впоследствии ключевой фигуры русского реализма на рубеже 19-го и 20-го веков. Сегодня говорят в выставочном зале городской библиотеки. Это дискуссионная площадка, посвященная 175-летию со дня рождения Ильи Репина. Встреча проходит в новом формате. Дискуссионная площадка, в ней задействованы все. Кто-то может даже выйти и выступить вместо преподавателя или выступающего. И это будет выглядеть более динамично. Участники дискуссии дополняют друг друга, делятся впечатлениями от выставки ретроспективы Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу. Вспоминают о полотне Иван Грозный и сын его Иван, который сейчас находится на реставрации. Я просто не готовилась к этому, я многое не знала даже. Но он очень интересный. Завершает встречу фильм о живописце, профессоре и мастере бытовых сцен Илье Репине, чье творчество, по словам искусствоведа Михаила Оленова, стало вершиной передвижнического реализма. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, программа «День за днем». И в завершении выпуска прогноз погоды. Лето вернется в Подмосковье в среду. Как сообщают синоптики, на русскую равнину станет поступать согретый гольфстримом воздух. И под аккомпанемент ливни и гроз наконец вернется лето. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. Согреваемся и наслаждаемся теплом. Это все новости на сегодня. С вами была я, Юлия Столярова. Всего вам доброго. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин